а мы же притарабанили с собой велики вот один я уже вытащил 2 лежит еще здесь разобрали их сняли колеса ну потому что иначе все это не влезет наш маленький север тут у нас отдельно еще где-то валялись сидушки надеюсь я их не забыл вот они с одного велика сняли педаль ну короче сейчас мы их соберем и поедем кататься рабочее место готово так что сейчас все соберем поедем гонять по просторам парка есмит это василий который только что героически починил эту цепь у нас короче слетела и запуталась там было три петли точнее сначала 2 потом стало 3 когда я начал распутывать в итоге мы справились теперь осталось руки помыть я вижу лужу такую все велосипеды в сборе мы готовы хидроуд что называется или готовы выдвигаться на поиске приключений ну что хочу вам сказать что кататься на велосипеде по национальному парку есмит гораздо приятнее совершенно другой опыт нежели просто ходить пешком или там передвигаться на шаттле ну или пытаться где-то поткнуться на машине короче ребята или берите в прокат велики или берите их с собой если они у вас есть доехали мы значит да и 7 эти пол нужно теперь велосипеда ставить здесь на парковочке вот такой вот где все оставляют свои велосипеды а дальше вот потому трейлу направо идешь и дешевле там водопад с деревьями но не забудьте с собой замочек чтобы ваш велик случайно кто-нибудь по ошибке не забрал потихоньку уже подходим к подножию водопада и начинаем чувствовать как летят брызги хотя до него мне кажется еще идти ну не знаю может быть минут 5-7 и вообще мне кажется мы сейчас будем мокрые на как его мои вот это бурлящий водопад вот так вот это выглядит вся камера уже в прыжках таким полноводным водопад мы еще не видели ни разу короче вот эта деревянная скамейка она нагрелась и звучит тепло поэтому если на нее сесть становится еще теплее так что мы тут немножко посохнем и пойдем дальше это мы с вами были только что на lower yosemite falls а если вы посмотрите вон туда там видны upper yosemite falls и до туда можно дойти трейл называется upper yosemite falls соответственно и наверху мы там были позапрошлым или позапрошлым году там короче такие естественные ванночки и когда вода не такая высокая когда водопад не такой полноводный в этих ванночках в принципе можно безопасно купаться но сейчас я так представляю там просто один сплошной поток бурлящей воды который унесет вас чертовой матери когда вода не такая высокая это где-то там наверное в августе в сентябре когда уже все растает туда нужно обязательно сходить и это знаете такой как называется rewarding hike то есть вы идете 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 долго 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 в гору а потом купаетесь в этих ваннах с леденящей даже не с леденящей с такой прохладной водой в общем тоже must see в yosemite а еще советуем вам если вы идете смотреть полноводные водопады к их подножью надеть что-нибудь такое очень быстро сохнущие и вот эти вот хэбэшные футболочки такие вот классные синтетические как у маши поэтому она уже высыпала а я еще очень влажный как черт мы с вами были вот здесь в этом вот месте прошли вот так вот сейчас мы где-то вот тут а про то что я вам рассказывал мы поднимались на самый верх вот сюда вот апрель сэмити фоллс и трейл он вот он идет вот он идет вот так вот так вот так вот так вот так вот так здесь такие траверсы 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 ну и собственно вот дорожка короче обязательно по нему нужно пройтись чтобы подняться на самую вершину и вот здесь вот искупаться в этих ванночках а вот такие прекрасные здесь велосипедные парковки сразу рядом пикник area с восхитительным видом на горы короче здесь всегда можно остановиться перекусить мусор свой выкинуть вот в эти вот мусорные контейнеры которые bear proof и поехать дальше короче в чем прелесть путешествие на великах вы едете 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 вас какое-то классное место велики бросили на обочине пошли пофоткались посмотрели поехали дальше а были бы на машине фиг бы мы тут где запарковались потому что вот тут любая обочина уже забита народ тут порой просто заезжает в канавы под 45 градусов машины ставят чтобы просто парковаться а велики рулят вот она долина йосемити вся залита водой а с другой стороны эль капитан по вершину называется игл пик короче по этой скале обычно лазят альпинисты скалолазы забираясь с самого низа до самого верха иногда ночую где-то посередине кто со страховкой кто без страховки кто фристайлом забирается кто по готовым уже вдолбленным трюкам чем это место излюбленное место скалолазов но безопасней иногда ездить по трейлам правда они не всегда приводят туда куда нужно приехали дальше водичка разлилась там у нас река так что пошли обратно на дорогу это маша на только что проехала на полной скорости вон по той лужи у нее вся попа мокрая не только что попа у меня даже на середине спины бедняга зато радость и полные штаны говорят что вода в юсемити очень вкусная тут даже специальные крантики прямо видимо из водопада сейчас маша наполнит свой камел бэк короче ребят апдейт вода отвозительная прям с прикусом в лорке поэтому лучше берите с собой бутилированную стороне и будете короче если вы в юсемити голодным не останетесь везде такие лофты куча всяких кафе только ресторанчиков только плати и два сэндвича с мясом рыбой напиток и мороженка 30 бакс в этом сэндвичи очень хорошее сочетание резаных алидов чеченый лосось соус барбекюм и авокадо если вдруг нужно отправить открытку друзьям или себе из юсемити всегда есть почтовый офис и почтовый ящик куда вы можете скинуть открыточку главное чтобы у вас были марки я думаю марки там можно а хотя не смотрите они работают с понедельника по пятницу с 8 30 до 5 так что если чего придется ехать со своими марками когда путники устают они находят свободную скамейку в теньке вот такого вот такой сосны с интернетом кстати да здесь вот в этом вот лоджи где мы только что покушали есть отличная связь точнее на самом деле здесь просто отличная связь это сотовое покрытие а никакой не вай-фай и мы здесь отлично чилим вы посмотрите на нас просто прекрасно у нас четыре заселения в следующий кем что сейчас 3 40 мы немножко здесь почилим и поедем заселяться покажем вам что же это такое house keeping прочее мы выдохлись мы не поедем никуда заселяться нам очень хорошо на этой лавочке есть интернет чем нам обогрев здесь все что нужно ночью дождя не будет но будет ночью холодно мне кажется интернет нас сожрет медведь он теплый ну вот отдохнув и полежав на лавочке мы едем заселяться в кэм тут буквально полторы минуты на велосипеде и вон по ходу до через речку наш кэм нам только нужно будет я сейчас переехать по мостику и будем за чекниваться а вот по этому мостику мы сейчас поднимемся перейдем через речку и там как раз будет наш кэм поехали смотрите это выглядит как штрафной изолятор бомжатский уют мар ладно хоть зарядка есть то хорошо калифорния наша любимая